Китайский коронавирус продолжает распространяться. Этот факт у многих вызывает панику и желание защитить себя от возможного заражения. Ситуация привела к возникновению огромного ажиотажа вокруг обыкновенных медицинских масок. Товар в прямом смысле слова сметают с аптечных полок. В некоторых китайских городах он настолько пользуется спросом, что его попросту не найти. И это с учетом того, что для жителей Поднебесной в борьбе с загрязненным воздухом такое средство защиты – привычное дело. Как доказательство видео, снятое белорусами в Пекине. Пришли покупать маски, а их разобрали. СМИ периодически сообщают о нехватке и в других странах Азии и Европы. В отдельных резко взлетели цены, а в Южной Корее ввели уголовное наказание для спекулянтов, скупающих маски. Дефицит наблюдается и в некоторых магазинах США и Канады. Тем временем, российский президент заявил, у аптек, которые повысили цены на противовирусные препараты и маски, следует и вовсе отбирать лицензии. Как итог, пока одни боятся заболеть, другие преследуют корыстные цели. В Беларуси же ситуация гораздо спокойней. Как правило, если и есть ажиотаж, то в столице, но опять же среди приезжих из Китая. И то, что периодически говорят, что не хватает масок, это касается в первую очередь коммерческих аптек. И здесь вопрос не нехватка, а вопрос экономических интересов. Маска стоит очень дешево, на ней много не заработаешь, и частные аптеки в своем ассортименте предпочитают их не иметь. В аптеках государственная форма собственности масок в достаточном количестве. Бобруйск, дежурная аптека на интернациональной. Специалисты отмечают, здесь повышенный спрос на маски наблюдается, но без ажиотажа. Впрочем, как и на противовирусные и обезболивающие препараты. Если сравнивать с 2009, именно тогда бушевала эпидемия свиного гриппа, скупающих изделий и медназначения было в разы больше. При этом стоимость на ныне актуальный товар весьма приемлемая, колеблется от 18 до 67 копеек. Наше предприятие в этом году создало запас необходимый двух-трехмесячный, для того, чтобы обеспечить всех желающих для приобретения масок. У нас в настоящее время есть маски и номером один, и номером два, и номером три. То есть каждый желающий может и себя обезопасить, и своих близких. Чтобы и в дальнейшем исключить дефицит, некоторые предприятия страны получают заказы на производство марлевых повязок. Одним из них стала и наша знаменитая славянка. К слову, для фабрики это не инновация. Подобную заявку здесь выполняли 11 лет назад, опять же во время эпидемии. На данный момент над кропотливым спецпошивом трудится 400 человек. Плановый выпуск потока 80 тысяч штук в день. Благодаря тому, что мы уже производили маски, мы первыми в Беларуси получили на данный момент разрешение на производство и реализацию медицинской продукции, в частности масок. Поэтому организации начали делать заказы именно нам в первую очередь. От предприятия Белмедтехника на 300 тысяч штук. Первая поставка этих масок уже была осуществлена на прошлой неделе. Сейчас производство продолжается и отгрузки происходят согласно графику. Мы получили заявку еще от одной организации на 50 тысяч масок. То есть производство будет продолжаться, пока будет в этом потребность. Убедиться в достаточном количестве масок поможет и приложение 103бай. Программа покажет, где и за сколько можно приобрести нужный товар. Но пока же медики обращают внимание, марлевая повязка не гарантирует защиту от коронавируса. Она лишь способна снизить риск заражения. Куда эффективнее будет придерживаться правил личной гигиены – не забывать мыть руки, не пренебрегать дезинфекцией, избегать контактов с больными.